всем добрый вечер дорогие друзья хотела поделиться небольшой радостью я сейчас детей короче гребани мы вам не привезли курьер привез цветы я вторую покажу спасибо огромное хотела сказать огромное спасибо это привез курьер с магазина сеть цветов красномишеской по-моему так называется ссылочку ребята я оставлю в описании спасибо большое цветочки очень хорошие очень красивые я даже в шоке было я я говорю может ошиблись может не мне она горит нет вам выиграет анастасия тарантина я грунта приезжал мужчина добрый такой вежливый спасибо большое за их не на работу и за такой подарочек очень красиво ксетика прелесть просто вообще прелесть просто теперь у меня три орхидейки ну сейчас пойдем баню сыночки сейчас и вот такой вот второй циток огромное спасибо просто вообще привезли бумажном пакете запечатано от ветра на машине сейчас вот на днях пойду схожу куплю горшечки и пересажу огромное огромное спасибо приношу извинения за шум просто ваня вот такая вот у меня радость поделюсь вместе с вами я же пойду дальше мыть маленьких да ваня пойдет в баню залази на стульчик залази мама тебя покажет иди к маме иди к вставай на стульчик высоко 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 скажи всем привет привет ваня хороший мальчик да ваня красивые цветочки да ща баньку пойдем да сейчас там подкинули дрова немножко чтобы она это как сказать но потеплее стало у моих детей завтра в школу в садик ванечка только у меня пока дома остается хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку за вашу ладно будем собираться в баню всем еще раз добрый вечер приношу свое извинение за такой вид просто я после бани детей намыла сама наконец-то смогла помыться сейчас немножко подуспокоилась хотел сказать огромное спасибо всем за вашу поддержку спасибо большое сети магазинов красновишерска ссылочку оставлю в описании проходите посмотрите очень красивые цветы я просто найти не принесли перед мужчиной чуть не заревел но на эти глаза такие были немного со слезами но они красные да я второй день уже просто реву но спасибо многие очень написали мне в личку очень многие меня поддержали за огромное вам за это спасибо хочу сказать тем кто пытается меня сломить вы меня не сломите я за эти два дня поняла то что я ради этих 100 долларов я буду терпеть понимаете потому что другого заработка у меня нету на работу устроиться я не могу поэтому хочу сказать хейтером привет завтрашнего дня начиная по-другому я прошу прощения за свои слезы чтобы в этом видео увидели за все вообще прошу прощения и очень всем благодарна я знаю что сейчас после того как мне цветы принесут меня попросят показать этот магазин я вот обязательно на днях пойду горшки для этих цветок патц ты просто классный ребят я вообще в шоке я не ожидала даже такого я как раз малышей мала и тут пришел я думаю зашла и пришел егор и горит мама там к тебе я вышла прямо в одежде в кофте в одной мужчины гритвы анастасия тарантина я грудо это горит вам передали сети магазинов красноярска огромное спасибо курьеру он очень вежливый мужчина улыбается так это я говорю может перепутали как-то читает а я говорю точно меня он говорит точно вам я не буду гореть от кого я огромна я очень благодарна этому человеку просто на эти вот эти вот цветы это как пинок под зад что прекращай ныть прожить пора радоваться пора браться за себя и сегодня мне моя знакомая написала я не поняла ты чё я пишу в смысле чё всё вроде нормально она говорит ты чё ревешь ты говорит никогда такой не было что ты за каждого пустяка голову ну как опускала ты говорит сюда боя с таким с яростью шла тут ты я говорю я сама не знаю почему так вот со мной но вот так вот получилось вот такое настроение было ну да потому что на эти вот я понять не могу тех людей которые пишут в опеку они не понимают что людей то детей тоже дергают что детей тоже и допрашивают и все а детям то представляете как тяжело мне ребенок недавно подходит говорит мама отчет им от нас надо ты же горит не пьешь и папа тоже почему горит вот так вот почему они к нам докопались я громаж не бывают люди злые я не знаю почему то не такие или они у них в жизни что-то плохо или что ну вот и бывают такие люди на так сидит говорит мама чел ну поговорили конечно мы с ней долго я объясняла как смогла объяснила но я не знаю как ребенку это ребята объяснить у нас никогда такого не было чтобы вот так вот мне пришлось сесть и объяснять что вот бывает люди вот такие вот некоторые да которые могут нагадить по-русски говоря я не буду уж сильно так говорить вот нагадить да по-русски говоря написали я не знаю чем надо да и бог им судья бог увидит кого обидеть вот так вот я скажу чем сегодня занималась сегодня в основном сидела ничего не делала настроение никого нет так белье немного поперебрала домашние свои дела поделала потом родственница приезжала в баню помылась она немножко икону повышевала фотографию кстати не икона а молитву вставлю фотографию вам я в основном ночью вышивала не днем днем что-то не до этого было окна опять попротирала все везде вот этого дела поделал и достала свое старое одеяло постирала его хочу сделать на окна найти мне тут женщина написала настя сделай валики и потом развали сменные валики чтоб воду впитал и тут мы почитала потом вечером комментарии на ревелась опять как всегда но не об этом суть и мне спрашивали почему я не открываю окно когда я на кухне готовлю потому что меня всегда вот на этом месте сидит света она полюбила это место это для нее это самое лучшее место когда она хочет посидеть просто вот чай попить спокойно вот она любит вот здесь сидит тут у них тостер они постоянно толстый делают и она вот здесь сидеть чай пьет всегда вот у нее это любимое место на не там за стол она именно вот здесь чай всегда пьет и поэтому когда их нету я открываю окно но когда у меня ребенок на кухне я не открывать но давай чтобы не застудить моих детей сами понимаете почему у тебя нету электрической плитки ребята мне все равно зимой печку придется топить так как мы убрали центральное отопление потому что у нас все трубы текли у нас вообще пипец но они ржавые были просто протекали со временем я хочу все это заменить потом напишу если будет возможность напишу заявление обратно узнаю сколько будет стоимость чтобы подключиться обратно к отоплению но когда уже ну в этот или же мы сделаем от печки отопления я бы в реале бы хотела бы конечно хотел но это еще пока не факт мы смотрели в интернете как сделать от печки отопления и будем делать поэтому вот плитку пока я не беру на лето у меня была как двухкомфорочная плитка но нынче она у меня перегорела одна комфорт и я одна работает а так целом она у меня есть но просто мне на плитке на одной кастрюле представьте на комфорт который работает кастрюлю поставила так дальше ничего не сделать поэтому так насчет новогоднего меня у меня спрашивали ребята обязательно ближайшие не сделаю новогоднее меню что я планирую я уже сегодня тетрадочку себе записывала что я буду примерно готовить составляю мину потихонечку вот что-то вот у меня все знаете вот этот зиг но под зад и вот последнее видео было про готовку нет ребята это просто я готовила на ужин так как у нас на обед на утро было все приготовлено это я на ужин готовила просто выпустила а в конце просто у меня силы не выдержали я вот так вот сказала про опеку да сами понимаете это нервотрепка нервотрепка еще там завтра поеду в администрацию по делам попрошу чтобы они мне дали логины этих обидчиков которые пишут и пойду писать тоже заяву на них мне несколько моих подписчиков написали сказали что они мне помогут составить и я буду это делать потому что хватит хватит реветь из-за этого всего я уже найти на ревелосе за эти два дня и на ревелосе от и до как-то так ладно дорогие друзья не будем о плохом будем только от хорошим что планирую завтра делать завтра хочу поставить тесто на хлеб на булочки что-то приготовить у меня там рыба есть замороженная наверно рыбку достану что ничего такого дети не хотят путем есть рыбку наверно достану рыбку наверно пожарю с чем-нибудь сделать на подумать с чем сделать так что вот такие вот дела ладно дорогие друзья оставайтесь со мной спасибо всем вам большое за поддержку все я больше реветь не буду я вам обещаю потому что очень многие стали переживать очень многие стали писать спасибо вам огромное я больше не буду реветь и обещаю но постараюсь по крайней мере но вот не знаю как получится умеет а так целом у нас хорошо сидеть и живо-здорово все бегают играют все довольны так что вот такие вот у нас дела ладно оставайтесь со мной с понедельника начинаем заново жить до вопрос вопрос когда будет ремонт я уже потихоньку начинает дирать обои потому что скажу вам на обед когда придет я попрошу вешалки открутить и начну сама потихоньку сначала одну сторону клеить потом другую клеить и вот так потихоньку будем делать ладно если вам интересно оставайтесь со мной всем желаю крепкого здоровья всем желаю всего самого хорошего даже тем кто пишет жалобы вам тоже желаю крепкого здоровья бог видит кого обидеть всем пока пока дорогие друзья вот этот сайт цветы красно-вишерская доставка крепар они есть три магазина т.ц крепар улица берзина улица гагарин но наши вишерские мне кажется многие знают тут и букет из 10 до 12 доставка даже курьером возможные вот букеты всякие делают ссылочку я оставлю в описании как нибудь попаду в этот магазин обязательно засниму что там потому что но я бываю в этом возле покупала там и цветочки дочери кактусики брала очень красивый поэтому обязательно зайдите посмотрите очень большой выбор и под каждого клиента они могут подобрать определенный букетик если вам интересно то ссылочка в описании будет это ребята сразу не реклама это просто благодарность за то что они подняли мне настроение даже знаете за такую приятную минутку просто благодарность спасибо большое дай бог им всем сотрудникам этих магазинов крепкого крепкого здоровья